Субтитры делал DimaTorzok Нам есть что рассказать, а нам есть что вам показать. Потому что об этом мероприятии, об этом удивительном проекте говорили все и продолжают говорить до сих пор. И может быть так случится, что это все повторится и вы также станете участниками. В общем, сегодня тема нашей программы «Автопробег. Знамя Победы». Совсем недавно это было, в мае. Замечательный состав военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину». В общем, собрал друзей, лучших своих, мне кажется, людей, которые смогли их поддержать и словом, и делом. И отправились в путь. Как этот путь проходил, что приключилось на дороге, что было, кто был, что делали. Я думаю, сегодня как раз таки будем об этом рассказывать. С большим удовольствием вам представляю наших сегодняшних гостей. Это президент военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину» Александр Паулов. Здравствуйте. Добрый день. И вице-президент военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину» Ольга Пауловна. Здравствуйте. Ну, действительно, о вас говорили, продолжают говорить. Кто-то смотрит эти замечательные выпуски наши, которые выходили на телеканале «Самаргиз» в повторах, в интернете. Просмотры растут. И сейчас уже, как говорится, прошло немножко времени. Вы смогли это немножко как-то оценить, понять. Как впечатления, ощущения? Все ли хорошо? Все ли прошло так, как хотелось? Ну, самое удивительное, что у нас сломались машины, ломались мотоциклы, ломалось железо, резина, пластмасса, но не сломался ни один человек. То есть у нас никто не заболел, хотя по утрам было плюс шесть всего на все, был сильнейший ветер, шли дожди. А ехали в открытых машинах? Да, там отличный кондиционер всегда, потому что открытая машина всегда, постоянная. И единственное, что нас спасало, это только брезентовая крыша, потому что дверок там тоже в этих машинах нет. Но люди выдержали, никто не сломался, никто не заболел. Вот, к сожалению, только сегодня наш отец Михаил получил травму и не смог прийти только сегодня здесь, в Самаре. Впечатление, когда доехали до Бреста, было немножко впечатление испуга, потому что так далеко доехать мы даже не мечтали. На таких авто, которые... 70 лет, 72 года, 75 лет этим машинам. Поэтому, конечно, не верили, что мы дойдем, но, наверное, с Божьей помощью. Ольга, ну вот сейчас тоже оценивая все то, что произошло, да, может быть, какой-то страх, я не знаю, какие-то невероятные положительные эмоции, вот лично у вас. Ну, я только скучаю. То есть хочется опять скучать? Нет, это было незабываемо. Я бы сказала, всегда говорила, что это было приключение, потому что действительно до конца мы все поняли, только в Бресте. Вот, поэтому та команда, которая сложилась, действительно, те люди, которые с нами были, это было потрясающее, скажем так, единение в один момент. И когда с утра встаешь, 6 утра, солнышко светит, плюс 6, ребята все вот садились по машинам, и двигались мы дальше, то есть это была постоянная динамика, поэтому сейчас, конечно, в этой жаре, скажем, хотелось бы совершенно по-другому себя ощущать, хотелось опять попасть в тот момент, но понятно, что это уже не повторится в таком варианте. Будем по-другому, наверное, дальше планировать на жизнь. Ну, очень много россиян, которые вы попадались на улицах, в городах, которые вы проезжали, есть фотографии в социальных сетях, и все восхищены, потому что, во-первых, вы в форме, вы в автомобилях, которые, ну, действительно, впору вставить в музей, а не то, что ехать на них до Минска, потому что действительно тоже автоветераны своего рода. Ну, а как это все началось? Вот у меня такой момент. Я знаю, что это в рамках проекта «Историческая память», да, и этот удивительный ваш автопробег не просто так все-таки свершился, а были какие-то к нему предпосылки. Началось это все в феврале прошлого года, когда был наш первый автопробег, это Самара-Пенза-Саранск. И вот именно во время этого пробега один из участников нашего клуба, Александр Ильин, предложил вот этот вариант. А давайте, да? Попробуем. Ну, было, конечно, немножко смешно, потому что это невероятно, это нереально было, потому что потому. Во-первых, это деньги, во-вторых, это время, все работающие, это средства. Но когда идея стала потихонечку-потихонечку обрастать, как говорят, жирком, и появилась идея, а потом в ноябре, во время Дня Единения, наш губернатор Меркушкин выступает, сказал, а почему вы идете только до Москвы? Потому что изначально был план до Москвы хотя бы дойти, потому что тоже 1200 километров практически получается. Сказал, а почему не до Бреста? И вот на этом, почему не до Бреста, почему вам что слабо, нас поймали на это. Да, и пришлось согласиться. Но единственное, что когда взвесили все за и против, получилось, что идти от Самары до Бреста нереально было вообще, мы бы не дошли. А вот от поклонной горы, во-первых, это символично, во-вторых, ну, война была все-таки у нас, или к счастью, ее не было здесь, а от Москвы это было символично, поэтому от Москвы дошли. Знаю, что было изначально 9 автомобилей, случились невероятные там всякие события, что не все смогли попасть изначально в проект. Были у вас и квадроциклисты, были и автомобилисты на обычных автомобилях, и байкеры тоже были, которые примкнули, да, к вам? Вот с байкерами сейчас как-то поддерживаете? Связь, как вообще все это произошло? Второй год, во-первых, работаем с ними по парадам памяти и параду 9 мая, а вообще у нас были люди не только из Самары, люди были из Ульяновска, из Якутска, из Татарии были люди, у нас как-то эти байкеры-ребята, у которых вообще на ходу отвалилась люлька, и они иногда по ночам варили ее, потому что брали с собой сварку, брали с собой генератор, брали... И скучно им было? Нет, скучно не было совсем по утрам. Ну, и надо вспомнить с другим словом Володю Захарова, который действительно 9 мая вот разбился, это прискорбное событие, тяжело ранен его брат, его друг, но человек нашел в себе силы, мужество, он дал нам машины, дал людей, он не сорвал. И мы Володю как бы каждый день вспоминали добрым словом, потому что это вот настоящий мужик, офицер. Ну, а это мужчины, они закалены, они показывают свой характер. Девушкам сложно ли было это все преодолеть? С точки зрения женских... С точки зрения женских я совершенно не собиралась в этот автопробег. Мы нечестно, потому что я понимала, что это такое, то есть я не раз каталась на этих машинах, поэтому я знаю, насколько это тяжело. Это не вот там, да, проехать на параде? Нет, это не парад, это совершенно другие, это дороги, это кочки, это не те амортизаторы, да, то есть это дует, это волосы дыбом. В общем, все прелести, которые можно испытать, то есть обветренное лицо, поэтому, конечно, здесь все за и против. Я сначала не согласилась, но потом, скажем так, под натиском определенных лиц информационная поддержка нужна была, и поэтому в качестве не только вице-президента, но и в качестве как бы блогера, освещающего это событие, я-то, конечно, туда согласилась. Скажу честно, я в машинах практически не ездила, потому что просто элементарно не хватило ватников, потому что мы отдавали все ребятам, они просто одевались, поэтому, скажем так, делаю выбор между собой и ребятами, я, конечно, отдавала мужикам все эти вещи. Но, скажем так, у нас была девушка из нашего клуба Мила Меркулова, которая, скажем так, стойкой вместе с мужем, она ехала рядом, и, в общем-то, в принципе, она за нас всех отдувалась, но мы в это время просто работали в машинах, потому что мы выпускали материалы на ходу, поэтому, в общем-то, в принципе, совмещали приятность и полезность. Да, вот этот еще один главный аспект, именно ваша обратная связь, что это все с колес буквально-таки вот в режиме реального времени передавалось телеканал и передавалось на страницы блогов и так далее. Это вот, конечно, заслуживает внимания. Итак, из Москвы, дальше у вас был Смоленск. Дальше была Вязьма. Вязьма, Смоленск. Смоленск, Рудный, соответственно, Хатынь, линия Сталина, Минск, Баранович и Брест. Вот такой был маршрут. Самый тяжелый был пробег, конечно, первый. Это 310 километров. Мы ехали практически 12 часов. То есть в 6 утра выезжали и ехали практически до 12 часов ночи. Это было очень тяжело. Были первые поломки, но как бы все было нормально. Последняя поломка была уже, когда из Брестской крепости выезжали обратно в гостиницу. На Велесе прилетела помпа. То есть тут уже деваться было некуда. Привязали на трос и дотащили. Вот это была последняя поломка. Знаю, что все-таки были очень трогательные моменты, в том числе моменты эти происходили в Смоленске. Я предлагаю посмотреть сейчас фрагмент сюжета, подготовленный нашими корреспондентами, и затем вернуться в студию. Так случилось, что война связала нескольких участников клуба. Они сражались за родину со Смоленской землей. За месяц до начала войны здесь родилась мать Андрея Васильева. И бабушка с ребенком вместе выкурилась уже в 20-х, наверное, в середине уже июля на эшелонах из Смоленска. Ну, конечно, подробностей этих я особо не знаю, но знаю, что они попали под бомбежку. Бабушка чудо спасла мою будущую маму. В 42-м году на фронте погиб дед Андрей Журавлева. Семья долго разыскивала место захоронения, и только перед самым пробегом пришел ответ из Центрального архива – могила деда на Смоленской земле. Вот, мне кажется, он нас сейчас слышит. Мне тоже. И ты можешь что-то ему сказать. Слух не буду. Ну, разные люди собрались в автопробеге, и все вы, я не знаю, сейчас как-то скучаете, наверное, друг по другу. Встречаетесь ли, собираетесь как-то? Созваниваетесь, может быть, обмениваетесь какими-то фотографиями? Просто хочется услышать человека, с кем ты проехал. Во-первых, основной костяк автопробега – это члены нашего клуба, поэтому мы видимся, в общем-то, каждую неделю. Встречаетесь. И у нас массовые мероприятия. Последний, например, был день прессы, когда мы, в том числе, с вашей телекомпанией стояли рядышком на соседних площадках. Да, площадка блогеров и площадка… И подходили тележурналисты и ваши, и с других телекомпаний. Так что мы видели все. Видимся постоянно, созваниваемся тоже. Но те ребята, которые далеко сейчас, скажем, в Татарии, либо в Якутске, но они пообещали, что в следующий пробег прибудут обязательно. А будет следующий пробег? Татария идея родилась уже в этом автопробеге. Она родилась как бы не то, что политическая конъюнктура, а оказалось, что несколько членов нашего клуба, например, скажем, тот же Александр Ильин, он родился в Крыму. Володя Захаров, он там служил. Мой дед, к своему студенту, узнал об этом только недавно совершенно. Он освобождал Крым. Поэтому появилась вот такая идея повторить данный автопробег, но немножко в другом направлении. Это, соответственно, Самара, Волгоград, мы его называем Сталинград. Конечно. И уже от матери родины, соответственно, оттуда идти до Крыма, идти через Новороссийск, через Ростов обязательно, потому что это тоже города-герои, пройти через них. Но это уже на следующий год. Ну, в принципе, мне кажется, это осуществимо, после того, что было пройдено в этом году. Теоретически, да. Главная проблема – это финансовая составляющая, потому что здесь, надо сказать честно, без поддержки партии «Единой России», без губернатора мы бы не смогли это физически сделать, потому что люди, конечно, сбрасывали свои деньги, но этого явно не хватало, поскольку даже цены на бензин, проживание в Беларуси, есть разница, в цене там дороже многие вещи, поэтому приходилось складывать свои деньги тоже. Ну, такой бытовой вопрос. Где вы ночевали? Как это все было? Где вы кушали? Вот это вот какой-то момент все-таки. Где мы только не ели, где мы только не ночевали. То есть, понятно. Ну, скажем так, был определенный бюджет, поэтому, в общем-то, все были подготовлены, никаких там изысков с нашей стороны, с нашего клуба абсолютно не было. Больше всего понравилось, когда мы уже попали в Белоруссию, и когда мы подходили, стали ребята улыбаться, говорят, что девчата готовы к самому сложному. Говорят, ну, уже все проходили, в общем-то, в принципе, они говорят, нет, в номерах нет розеток. Но неожиданно, и, конечно, для нас, как информбюро, это было самым большим шоком, и мы испытали. Но, тем не менее, в общем, ребята выкрутились, нашли там какие-то переходники, нам обустроили. В общем-то, мы там до ночи сидели, в общем-то, все писали, качали фотографии, ребята писали репортажи. В общем-то, вот как раз, опять же, вот этот момент заботы друг о друге, он давал момент, что, в общем-то, уже было абсолютно все равно, где мы спим и где мы едим. Главное, чтобы была кровать. Главное, чтобы все вместе. Да, что мы все вместе. В общем-то, друг о друге забота была постоянно. Даже вплоть до того, что ребята уже, скажем так, в Логойске нам приготовили завтрак вечером, мы там жарили шашлыки, в общем-то такой вот, ну, уже были какой-то большой семьей, поэтому, в общем-то, было уже все равно, где это делать. Ну, если двигаться дальше, ближе уже к границе, знаю, что у вас там произошел тоже один удивительный момент и связанный как раз-таки со знаменем, которое сейчас у нас здесь присутствует. И этот исторический момент, когда водрузили знамя, как раз-таки захватывая Берлин. Можете рассказать, чтобы мы немножечко тоже тут прониклись этой атмосферой? На границе России и Белоруссии, это в Смоленской области, есть город Рудный. У нас по плану он был заездом и... Что? Рудня, по-моему. Рудня, да. Рудня. Ну, иногда бывают ошибки. И, соответственно, нам сказали, что там нас будут ждать, и в это время пошел проявленный ливень. Мы ехали практически два часа под этим дождем и думали, что, наверное, встреча не состоится, поскольку, ну, кто нас будет ждать? Но были поражены, когда в этом городишке, он небольшой совершенно, сотни людей стояли под дождем. Они ждали, стояли пионеры, можно назвать, потому что с красными галстуками. Стояли ветераны, стояли люди, мэр этого города, молодец, конечно. Кстати, мэр Смоленска, наша земля, слово сказать, да, с Сызрани. Так вот, там живет дочка Егорова, то есть я об этом не знал, для меня тоже было открытие. Они вот эту копию этого знамени, подняк этого знамени, вдружали над Рестагом. Соответственно, эта копия знамени Победы, она рассказала нам о том, как это происходило, то есть по воспоминаниям отца, то, что она помнит. То есть это была незапланированная встреча, абсолютно, мы не знали об этом, что живет. Будет там, мы не знали об этом, мы не были готовы. Мы были готовы к тому, что нас встретят, как говорится, очередная ночевка в пионерском лагере, либо, соответственно, на турбазе, где попроще, где четырехместные, пятиместные номера. Но люди, которые стояли под дождем, нас поразили. И причем, чем вот ниже уровень городов и сел, там люди проще, намного лучше и добрее. — Кто-нибудь присоединился к вам в течение пути? Или у вас был уже такой состав от начала до конца? — Ну, как бы с нами шла еще команда навигатора, они шли, правда, параллельно по лесам и полям. — Ну, еще бы они на квадроциклах. — Соответственно, современные колонны автомашин Толятин, они обычно шли впереди, потому что мы за ними не успевали. Нет, к нам никто не присоединялся. Во-первых, в Беларуси это было невозможно. Настолько полиция нас охраняла, можно сказать по секрету, что даже были машины из личного конвоя Лукашенко, которые нас сопровождали от Беларуси, от пересечения границ и обратно. То есть мы были настолько поражены вот этим гостеприимством и в то же время такой вежливой заботой, что до конца нас провожали, никто не посмел никуда пристать. То есть у них это категорически запрещено. Мало того, если кто-то пытался незаконно, образно обогнать колонну, тут же отжимали, пресекали, штрафовали и так далее. — Ну, а вот, допустим, у вас, Ольга, какое самое яркое впечатление из этого автопробега? Может быть, не знаю, оно хорошее или плохое, но то, что вот вы сейчас закрываете глаза и сразу вспоминается? — Не знаю, у меня плохих вообще воспоминаний нет, потому что в нашей команде их вообще, в принципе, не присутствовал. Это действительно было просто на одном дыхании, дышали одним воздухом, скажем так, ели этот воздух сами. У меня почему-то все время, когда был сбор по утрам, он был каким-то таким необыкновенным. То есть мы ожидали следующего приключения, что уже будет дальше. Вот там собирались сначала на завтрак, а потом, когда мы выходили, вот тут наши, скажем так, все мы расходились, когда Александр Анатольевич нам давал команду по машинам. Вот этот вот момент, он был таким самым, мне кажется, ярким. Ну вот, второй, конечно, я была очень благодарна, скажем так, приему именно в Беларуси, когда, конечно, нас сопровождали машины, вот как раз ГАИ, после того, что с нами случилось, скажем так, 9 мая, то, конечно, у всех жен было вот это ощущение страха, потому что, ну, люди разные бывают, разные бывают ситуации, поэтому, когда я увидела, что нас будут сопровождать, сопровождать будут до конца, скажем так, наше белорусское... Сердце успокоилось. Да, сердце... Я всем девчонкам написала, всем женам, что все, спите спокойно, нас сопровождает, никаких вот моментов там таких вот больше не будет присутствовать. То есть вот это было тоже очень радостно, и появилось это спокойствие абсолютное просто, и мы просто получали от этого наслаждение то, что мы делали. Ну, в принципе, получается, везде зеленый свет, да, такой вот у вас был своеобразный, что-то такое полезное, что-то приятное, неожиданное, все для вас получалось, да? Никаких препятствий не было? Нет, препятствий не было, и я могу добавить еще одно неожиданное для меня. Вот то, что мы пригласили отца Михаила с собой, это как бы священник нашего храма Кирилла Мефодия, по, скажем так, рекомендации владыки, и мы были поражены тем, что перед каждым, скажем так, каким-то событием он читал либо панихиды, либо молитвы. В Москве он впервые, в общем-то, окропил наши машины всей водой. Может, поэтому все нормально, как бы так и закончилось, и всех участников. И, мало того, он нес службу в Хатыни, в Минске, на Поклонной горе. То есть вот эти события, скажу честно, я никогда в жизни столько раз даже не крестился, просто по определению. А его слова, добрые такие, хорошие, ну, каждый вечер к нему выстрелилась очередь. Не к командиру, а к нему, как замполиту образно говоря, потому что он людям разъяснял нормальные, добрые вещи. И вот это вот тепло, оно тоже помогало людям не замерзать. Да, многие, может быть, кто смотрел такой вот дневник автопробега, удивлялись батюшке в берете десантника, в платье, в рясе. Вот человек, который попал, я так понимаю, совершенно не имея никакого опыта подобных участий. Делился ли он какими-то впечатлениями своими? Может быть, я не знаю, под конец автопробега как-то что-то сказал? Может быть, по прибытии в Самару? Ну, самое интересное событие было фактически в Смоленске, когда оказалось, что жена отца Михаила сообщила, что она беременная. А в этот день мы увидели аиста. Это хорошие приметы, это народные приметы. Вот это, да, у меня аж мурашки побежали. Да, мы в этот раз во время поездки, я впервые в жизни увидел аистов, я видел их пять раз. Я вот теперь думаю, кто же еще у нас теперь, по-прежнему говоря. Я сказала, прекратить считать, но столько нет детей, сколько-то аистов увидел. Вот, поэтому события, конечно, были очень приятные, очень радостные. Понятно. Ну, двигаясь по вашему маршруту, конечно, не можем мы обойти своим вниманием хатынь. Ту самую хатынь, которую все знают, которую помнят, о которой говорят. И я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, после которого к нам сюда, в студию, присоединится редактор и ведущая телеканала «Самара Гиса» Несса Панченко. И уже своими впечатлениями поделится с вами она. Я предлагаю вернуться в студию сразу после сюжета. Эту деревню вы не найдете ни на одной географической карте. Ее не стало. 22 марта 1943 года. 149 жителей деревни Хатынь фашисты сожгли заживо в колхозном сарае. Самому маленькому из них было всего 7 недель. Место мемориала пропитано страшной энергетикой. Это почувствовали на себе все участники автопробега. На фотографиях из Хатыни не будет ни одного крупного плана. Я не могла брать лица, хотя это моя очень любимая фотография, которую я всегда вижу. Не могу здесь видеть эмоции, которые есть у наших ребят. Просто бесконечность. Бесконечность какой-то боли, утраты. Во время войны погибло более двух миллионов жителей Белоруссии. Каждый четвертый не дожил до победы. Это практически население двух таких городов, как Самара. Вместе с участниками автопробега на Самарскую землю уедет капсула землей Хатыни. И наша память. Мы тоже сделаем, наверное, какую-то мемориальную композицию, которая будет напоминать всем жителям нашего города, Самарской области, Волжанам о той цене, которую заплатил белорусский народ за победу над фашистской Германией. «Пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу, и чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожара в жизни не умирала». Эти слова написаны на мемориальной плите Хатыни. Из этих труп уже никогда не пойдет дым. Более 60 мест страшного уничтожения находилось в годы войны на территории Белоруссии. Но жертвы Хатыни трогают не каждое сердце. Сегодня, спустя 72 года после уничтожения деревни на земле, по-прежнему идут войны и продолжают гибнуть женщины и дети. Ну что ж, продолжается наш эфир. Это программа «Универсальный формат». Звоните нам, если есть что сказать. Если есть какие-то вопросы, 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы говорим об автопробеге «Знамя Победы». К нам присоединился Инесса Паченко, ведущий, редактор телеканала «Самаргиз», участница автопробега. Инесса, приветствую, добрый день. Ну, эмоции уже, понятно, ваших друзей, ваших соратников, близких людей. Хочу услышать эмоции. Как вообще переносилось это все и какие остались впечатления? По глазам вижу, что много всего и все не скажешь. Ну, на самом деле я в течение, наверное, двух недель не могла собрать впечатления в кучу. Их было настолько много. И они переполняли. И вот удивительно не хотела сам об этом говорить. Хотелось сначала как-то это постичь, пережить еще раз. Вот сейчас, когда немножечко все улеглось. Ну, наверное, просто это большое счастье, что это случилось. Возможность такая выдалась. Да, и я, честно говоря, до последнего момента тоже колебалась, малодушная. Как что? Ехать, не ехать. Да, вот. Но слава Богу, слава провидению, всему чему угодно. То, что это есть в моей жизни, я это, конечно, не забуду никогда. Ну, одно дело ехать, а другое дело еще в режиме реального времени, с колес вещать, выдавать в эфир. Как это все происходило? Во-первых, большое спасибо всей команде, потому что такого, что я не буду, я не стану отвечать, это вообще просто речи даже об этом не было. Я приставала ко всем с одним и тем же вопросом, уже ближе к концу, наверное. Я задавала всем вопрос. «Скажи, пожалуйста, зачем ты здесь? Не какую миссию ты несешь, не зачем ты приехал, вот что ты хочешь делать, а почему, почему в этот момент ты оказался здесь? Для чего это тебе? Вот как ты сейчас думаешь?» На этот вопрос, наверное, сложно было отвечать, правда? Тогда да. Это, наверное, был самый сложный. Тогда да, а сейчас? Сейчас уже пришло понимание. Поражет чувство, понятно стало. Вот, и я думаю, на самом деле, именно сейчас каждый из нас понял, почему он был там. И прежде всего, наверное, все-таки это вот та память, которая связывает нас с нашими родными и близкими, которых мы, может быть, даже никогда не видели. Я не помню нашего деда, не знаю, как он выглядел, но вот это чувство сопричастности каждого из нас, вот у каждого кто-то когда-то прошел по этой земле. Вот так случилось. Конечно, так или иначе. Так, так случилось. Память поколений, все у нас, не знаю, в крови, в сердцах, везде. Друзья, я сейчас, думаю, самое время показать еще один небольшой фрагмент, который как раз-таки для вас, может быть, покажет ту самую землю, землю белорусскую, на которой, мне кажется, даже дышать как-то вот по-особенному хочется. Это небольшой фрагмент из спецрепортажа, подготовленного Инессой. И потом мы вернемся в студию, расскажем, что же здесь у нас за знамя, что у нас лежит на столе и, собственно, для чего это все здесь. У Александра Фетисова и его соратников есть и другая память. Именно здесь, на Кургане Славы, 30 лет назад он принимал присягу. Курсанты тогда не задумывались над тем, что их командир белорус, старшина украинец. Это была семья. Многие года назад, когда стояли здесь молодые ребята, мы давали клятву на верность Родине, и Родина для нас, она одна, что Россия, что Беларусь. Сергей Зубович отлично помнит каждого из своих бывших курсантов. Говорит, что Саша Фетисов выделялся целеустремленностью и спортивной подготовкой. Не удивлен, что именно он сейчас привез Белоруссию символическое знамя Победы. Сейчас смотришь не только на своих бывших товарищей, даже на технику, которая пришла, даже на форму, в которой одеты, в том числе и вы. Понимаете? И вспоминаешь о том, что отец мой фронтовик, оказывается, был, и мать похоронена в Хатыни вместе с жителями. Поэтому память пока есть, мы служим своему отчизне. Послужить своей отчизне и была главная цель автопробега «Знамя Победы». Город-герой Минск встречал ветром и дождем. А согрела наших земляков радушие местных жителей. Мы радуем тем, что мы едины с Россией, что мы едины с российским народом, что мы вместе отмечаем победу, которую добился великий советский народ. Тысячи самарцев освобождали Белоруссию. И тысячи белорусов сражались на берегах Волги, отстаивая Сталинград. С этого митинга на одной из наших исторических машин появился белорусский флаг. И этот день подарил нам самые дорогие встречи. На пост шагом! Марш! Мы закончили автопробег там, где наши деды только начали воевать с фашизмом – в Брестской крепости. В известном всему миру мемориале теперь останется наше «Знамя Победы». Самарцы выполнили задачу и знают для чего. Ну вот развивалось это «Знамя Победы». Я знаю, что сегодня оно здесь тоже не просто так. Расскажите, какова, может быть, ваша задумка, какие мысли? На самом деле таких знамен было девять, поэтому у вас находится одно из девяти знамен, поскольку с каждой машиной мы знамя, скажем, дарим. Одно знамя ушло в епархию, одно знамя уходит сейчас на наш любимый ГИС. Другие знамена мы пока еще прибегли, потому что не то, что цена их растет, это просто память. И к вопросу о том, вот зачем мы туда поехали, вот Инесса меня там спрашивала тоже, помним ли мы своего деда. Мне было полтора года, когда он умер, я его не помню совсем. Только недавно узнал, что отец рассказал, что почки он свои студил в Сталинграде, они две недели воевали в окопах по пояс в воде, они даже не могли выйти. Они там ели, спали, они ели все, это было в воде. Вот там дед заболел, и потом, соответственно, все эти болячки уже добили, образно говоря, после войны. Рады то, что на этом знаме есть отметка третьей ударной армии, в ней я служил пять лет в Германии. То есть там, куда деды наши дошли, дошли и мы. И цель автопробега была частью повторить не то, что их подвиг, а хотя бы просто проехать на этих машинах без войны, без огня, без пуль, но просто хотя бы доехать и почувствовать своей шкурой именно как это на самом деле. И когда, в том числе, вот ваши журналисты садились в кузов наших автомобилей, они понимали, что это такое, когда вот каждой точечкой чувствуешь, когда 10 часов или 8 часов в этой машине, ты понимаешь, как же они воевали. Это вообще немножко непонятно, как люди могли это все делать. А еще зима была, еще и зима была, и холод, и 40 градусов, но люди все это прошли. Ну, я, кстати говоря, вот должна сказать еще такую вещь. Есть мнение, ну, что такого, проехали, там, прокатились, какой подвиг, какой путь отцов и дедов. Ну, на самом деле... Кто может задать этот вопрос, люди следующие? Ну, на самом деле это не так, потому что все было очень серьезно, и меня совершенно поражала потрясающая дисциплина команды. Вот командира, я лично, я его сестра, я боялась его как огня. А так и должно быть. Если он говорил, что в 6 утра вы все должны с чемоданами стоять у дверей, то без 15 и 6 мы уже стояли. Не было попыток вообще никакой анархии. И это, наверное, все-таки в первую очередь авторитет командира. И это ответственность, которую мы чувствовали, повторяя вот этот путь. Ну, а если задавать тот же вопрос, который задавали вы всем, для чего вы там оказались? Можно я вспомнил? Вот сейчас показали ветеранов, это как раз перед музеем в Минске. Там один дедушка выступал, он сказал, не забывайте нас после 9 мая. Напоминаю, что мы выехали фактически 11 числа, и поэтому для нас вот это был еще автопробег. Это не дать забыть. И ведь не только то, что мы выступали в городах. Мы так ради смеха посчитали, только на одной трассе мы встретили десятки тысяч машин. Значит, десятки тысяч людей, сотни тысяч фотографий. То есть это же идет, это передается интернет, это телевидение, это радио, это все. Понимаете? И слова этого ветерана, не забывайте нас после 9 мая. Я думаю, цель нашей сегодняшней здесь даже, посещение вот этого, чтобы не забывать их. Не забывать. Ну-ка, Инесс, я все-таки жду ответа. Для чего? Я как журналист совершенно не умею отвечать на вопросы. Ну, придется. Думаю, Юль, ты поймешь меня, да. Но я думаю, что я оказалась там, во-первых, для того, чтобы это пережить. Я смотрела фильмы о войне, я читала книги, но ничего подобного я не испытывала, например, вот попав в Хатынь. Я ничего подобного до этого не испытывала. Ничего подобного я не испытывала, попав в Брестскую крепость. Вот я должна была это пережить, я должна была это ощутить и потом рассказать. Вот приехать и рассказать. Мне кажется, вот это была... Вот меня поэтому туда отправила судьба. Вы все не случайно там оказались, вы просто созрели для этого. Созрели для того, чтобы это сделать, созрели для того, чтобы там, там, там побывать. Потому что мне кажется, что просто если человек поедет туда, может быть, он и не поймет всего. Может быть, вы и не просто так оказались. Нет, не просто так. Не просто так. Больший философский смысл. Да, мне кажется, что он придет потом, какой-нибудь этот момент, как аист, да, который пролетел над вами. Что за удивительные просто артефакты здесь, удивительные какие-то вещи, откуда они? Вы их принесли, я так понимаю, да, с добрыми мыслями. Самое ценное, вот эти два артефакта, это осколок кирпича из Брестской крепости. Ну, это было сделано с согласия руководителя музея Бреста, то есть мы спасили соизволение. И немного земли из Бреста тоже разрешили нам это сделать. Кусочек вот земли, и я хочу нашим зрителям сейчас сюда положить, чтобы они увидели это поближе. Как-то так, наверное, да. Мы хотим эти артефакты подарить телекомпании ГИС с надеждой, что когда-нибудь, возможно, вы расширитесь, либо появится отдельное помещение, и вы сможете там начать тоже свой музей. Мы не знали, у вас уже есть. Два участника автопробега, Инесса и Артем, у вас уже есть. Каска, котелок, лопатка, противогаз, фляжка. Ну, и мина, конечно, не боевая, это учебная мина. Они пригодятся, потому что это начало. А если с каждого автопробега мы будем хотя бы понемножку так привозить, то, я думаю, музей очень быстро наполнится смыслом и содержанием. И продолжая тему музея, интересный был кадр в Минске, в музее, когда обалденный музей, такого не видел, по богатству, по насыщенности. Но когда там появилось 20 человек в форме, то, понимаете, весь музей вернулся на нашу форму. Они были как живые экспонаты. В это время экспонаты отодвигаются, начинают идти. И у людей вот такие просто глаза ничего не могут понять, потому что он стоял в картине. Поэтому школьники, посетители, работники музея подходили, фотографировали, просили сфотографироваться. Тем более форум был у нас разный с 41-го года, с 43-го года. То есть разнообразие были все где-то по форме. То есть только своими наградами. У нас ничьих наград чужих нет абсолютно. Поэтому это было интересно, это было весело. Люди столкнулись как бы вот воочию не только с мертвой техникой, но вот еще и живые бойцы. Живые бойцы. Это все действительно увлекательно. Мне кажется, нужно вам то ли книгу какую-то сделать, то ли вот какую-то вот что это можно было подарить и поставить, и периодически перелистывать. Потому что на словах очень много. Надо записать, наверное, каждого. Как блогеру сделать какой-нибудь, я не знаю, целый сайт, посвященный вашему автопробегу с фотографиями, с какими-то комментариями. Но, к сожалению, отца Михаила нет сегодня в нашей студии. Я думаю, что он еще, может быть, как-то посетит нашу замечательную программу. Но есть его как раз-таки впечатления. Давайте посмотрим, что он скажет коротко. Но, тем не менее, вы увидите, сколько у этого человека добра в глазах. И какой он действительно интересный. И мне кажется, что надо приглашать в студию таких людей. Давайте посмотрим и вернемся сюда. Всю дорогу, пока мы ехали, люди, проезжая мимо, сигналят. И вот искра в их глазах. Они горят, они говорят, молодцы, спасибо, спасибо вам. А что тут, может, какие комментарии могут быть? Меня напомнило гордостью за нашу страну, за наших мужиков-воинов, за наших женщин. Я думаю, они сейчас нам помогают, Россия в данный момент, уйти от того, чтобы это больше не повторилось. Потому что на самом деле это действительно страшно. Ну вот, батюшка в берете десантника. Многих, может быть, вызывает такое удивление. Расскажите, как это было и как вообще отец Михаил-то решился совместить это. Ну, кстати, отцом Михаилом, он, естественно, служил в нашей советской, теперь это называется, российской армии. Все, что вы видите, его классные значки, гвардии и так далее, то, что он заслужил, ему это разрешено носить. А почему берет появился? С нами еще шла колонна наших десантников, ребята, вместе с клубом «Навигатор», шли еще они. И поэтому отец Михаил позволил себе одеть берет, это разрешено по их канонам. И он одевал его либо на голову, либо на плечо. Так положено с аксельбантом. Поэтому здесь все было, он одевал только то, что положено только его. Ну, какие, может быть, еще люди, о которых хочется рассказать именно в рамках автопробега, о которых, может быть, мы сегодня не сказали еще? – Матвегин. – Ну, я бы, давайте. – Я хотела, конечно, сейчас выразить ему огромное благодарность, Максиму Матвегину, Сергею, его помощнику, за то, что они просто были нашими мамочками. – Неожиданно. – Ну, то есть мы с ним как раз были в автобусе, я просто видела, насколько это была организация, насколько это было вот от начала до конца, все контролировалось, все было до шага, все было вымерено. И вот, конечно, они провели колоссальную работу, мало того, что, скажем так, помогали с организацией вообще всего этого, потому что в каждом городе нас встречал мэр города, нам были приветствованы письма от губернаторов. То есть это был очень высокий уровень, ну, с Россией-то все понятно, но когда в Беларуси так встречали, мы, конечно, были прожены, потому что, ну, мы как бы думали, что, ну, но не такое. Вот, поэтому, конечно, то, что они сделали, это, я считаю, что это как, проводя некоторым организаторским как бы момент в своей жизни, я понимаю, насколько это было тяжело, насколько это был труд, но я видела, что у них светились глаза, конечно, мы уже там в конце ползали от усталости, потому что просто не высыпались, но вот счастье, оно было, и он сказал, что, в общем-то, с вами теперь куда угодно. В разведку в том числе. Да, а мы с ним, потому что то, что он сделал, это было потрясающе. А как добирались обратно уже? Тоже на авто или каждый? Нет, обратно, соответственно, все автомобили были погружены на эвакуаторы, спасибо Тольятти, нам помогли, господин Курылин и его друзья, молодцы, безвозмездно нам дали, соответственно, нам фирма Рейс предоставила автобус на 47 мест, то есть, соответственно, весь наш багаж, сварочный аппарат, генератор и так далее, мы все везли с собой, то есть те машины, которые ломались, тут же ремонтировались. Обратно три дня в автобусе. Это, конечно, было более веселее, поскольку люди немножко отдыхали, кто отсыпался, кто сфотографировал, кто-то переписывался, кто спал просто, то есть, это было по-разному. Но это было опять общение, и общение было такое, что когда, скажем, Витя у нас с Якутией улетал, обнимались даже некоторые мужики, слезы были на глазах. Когда у нас на трассе выходил, соответственно, Саша из Ульяновска, то же самое было прощание, поскольку это было отрывание от коллектива, как от души. Ну и была еще одна веселая ситуация, когда мы только уезжали в пробег, у нас было два опоздавших, наш оператор СГИС догонял нас полтора часа до Тольятти, а Саша нас подогнал уже до Пензы. Ну, то есть, никто не сдался, даже двое опоздавших догнали все равно колонну. И Ольга новый лозунг выдвинула «Догони автопробег». У нас был квест. Я еще боюсь разволноваться, да, и не успеть сказать спасибо, на самом деле, клубу, они сражались за Родину, потому что то, что нам подарили вот это знамя, нас ко многому обязаны. И мне кажется, я от всего коллектива могу сказать, что мы будем хранить эту память. Конечно, потому что, ну, это действительно спасибо вам. Спасибо за первый вклад в наш музей, музей друзей, музей всех тех, кто будет приходить к нам и приносить что-то. Возможно, так и получится, что совместно с вашим клубом у нас появится какой-то такой интерактив с нашими жителями, с нашими зрителями. А вдруг, когда вы соберетесь в Крым, примкнет к вам кто-нибудь, для кого этот пробег тоже окажется не случайным и знаковым. Будем надеяться. Спасибо вам большое за то, что пришли, что рассказали обо всем. Вам, друзья, хочется, наверное, сообщить лишь то. Если вы пропустили по какой-то причине выпуски и замечательные спецрепортажи с этого автопробега «Знамя Победы», их можно найти на нашем официальном сайте samaragis.ru. Обязательно сделаем ссылки в нашей группе ВКонтакте программу «Универсальный формат», потому что это нужно и важно видеть. Спасибо, Инесса. А вам, друзья, желаю хорошего дня. До встречи. До свидания.